Выставка иллюстратора русских сказок Ивана Билибина проходит в Москве. Десятки экспонатов, среди которых эскизы, печатные работы и личные вещи художника, привезли из музея Иван-города, что на границе с Эстонией. Рисованию Билибин учился в мастерской Ильи Репина. «Билибинский стиль — это воплощение сказочной Руси, которая, конечно же, уже в начале XX века уходила и жизни людей. Убанизация, рост заводов, городов, оно немножечко застилало то, что живет в душе русских людей с самого начала. Это чувство русской сказки, славянская мифология, ощущение сказочного огромного леса, который тебя окружает». Это праздничные платья вологодских девушек. Билибин привез их из этнографических экспедиций на русский север. В 1902 году Вологодская, Архангельская, Олонецкая губернии были малоизучены из-за непроходимых дорог. Однако именно там сохранились исконно русские промыслы. На этом фото жена художника. Образ хрупкой девушки в народном сарафане лег в основу серии почтовых открыток, которые Билибин создал вскоре после возвращения из путешествий. Посетители приходят сюда с детьми. «Нынешние сказки немножко другие, иллюстрации уже другие. Хотелось показать, что было раньше, но на чём выросли мы». Между тем, после революции Билибину пришлось уехать из страны. Он эмигрировал в Египет. Без денег и знакомств брался за любую работу. Вот разработанный им эскиз упаковки для табака. Однако чуть позже талант вновь прославит мастера. Билибин переедет в Париж, где создаст декорации для оперы-балетов Стравинского, Римского, Корсакова. «Если очень близко вглядеться в его театральный эскиз, то можно увидеть, что нет ни одного лишнего пятнышка. У него краска не расползается. Иван Железная рука, напомню вам, как его звали». Однако, несмотря на признание и успех в Европе, Билибин мечтал вернуться на родину. Так в 1936 году посол Советского Союза уговорил художника приехать. «Это был очень смелый ход. Вы можете себе представить, что вообще происходило в Советском Союзе в 30-е годы. Советское государство было заинтересовано в том, чтобы крупные известные художники возвращались и тем самым показывали всей мировой общественности, что всё хорошо для творцов». Вернувшись, Билибин увидел, что уровень культуры в стране резко упал, но погрузился в работу. Художник умер в 1942 году в блокадном Ленинграде от болезней и голода. Редактор субтитров А.Семкин